Библейский портал экзегет.ру представляет 55-й псалом для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества В этом месте 50-й псалмы, псалтирь, это такая жалобная книга Жалобная книга царя Давида, где он рассказывает, как все плохо Под заголовок 55-го псалма Начальнику хора, напев «Йонателем Рехоким» Иногда переводят это «Голубка далекой немоты» Какой-то ксинодальной, очень красивой «Голубка, безмолвствующая в удалении» В септуагенте о народе, удаленном от святынь Что это значит «Голубка, безмолвствующая в удалении» Септуагент, греческий перевод, показывает, что Голубка — это либо царь Давид сам, либо олицетворение всего народа Который вдалеке от храма, ну, еще не храма, если Давид от скини, от святилища Безмолвствует и страдает от этой удаленности А стихотворение Давида сложено, когда филистимляне захватили его в гате О чем идет речь? Вот здесь много таких историй, которые показывают, как Давид Прятался от Саула, и часть этих историй, изложенных книгах царств, в псалтире стала сюжетами для псалмов В частности, здесь он должен был бежать к филистимлянам, к своим злейшим врагам, к злейшим врагам Израиля И в городе Гат оставаться при царе Ахише, притворяясь там безумным Или, наоборот, служа ему Ну, во всяком случае, вот такая история И вот здесь он в удалении, вот в этой филистимской земле, в чуждой земле, безмолвствует А может быть, это просто название мелодии Ну, вот такая песня, да, как мотив В лесу родилась елочка, все его знают Просто мы не знаем, как пелась вот эта самая голубка в те времена Во всяком случае, текст такой очень глубокий и искренний Помилуй меня, Боже, люди преследуют меня, весь день воюют и враждают со мной Весь день враги преследуют меня, много тех, кто враждают со мной О Всевышний, когда мне страшно, я обращаюсь к Тебе Я уповаю на Бога и славлю Слово Его Уповаю на Бога и не боюсь, что может сделать мне человек? День за днем они поносят мои слова и дела Мечтают, как бы мне навредить Подстерегают, готовы напасть, следят за мной, хотят отнять мою жизнь Неужели избегнут они воздаяния за зло? Во гневе своем, Боже, народы не зложи Горести мои у Тебя записаны Собери мои слезы в Твой сосуд, да будут они в книге Твоей Я возвал к Тебе, и враги обращаются вспять Потому я знаю, что Бог со мною На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю На Бога надеюсь и не боюсь Что сделает мне человек? Я исполню, Боже, обеты свои Тебе вознесу хвалу Ты избавил меня от смерти Моим ногам не дал споткнуться И я буду ходить перед Богом во свете жизни Ну вот такой очень гладкий и ровный псалом Есть псалмы, где он просит о помощи Они отчаянные, они такие острые, кровавые Прямо зазубренными А здесь так все гладко Он просит о помощи Одновременно уже ее получил Ну очень логично, если это он пишет Когда он уфилистримлен в Гате То есть на самом деле все плохо Но временно он в безопасности Завтра это может измениться А пока да Вот очень разные настроения Псалтир не случайно называют учебником молитвы А учебник он разные вещи предлагает Да, вот для разных состояний Как там, хороший учебник языка Дает диалоги для самых разных жизненных ситуаций А не только про одно и то же И вот он начинает с того, что просит о помощи Говорит о том, что враги преследуют, воюют И вот такое признание Когда мне страшно, я обращаюсь к Тебе Я уповаю на Бога Я славлю Слово, его уповаю на Бога И не боюсь, что может сделать мне человек Но движущая сила все равно страх Казалось бы, Давид, великий царь, пророк И можно было бы ожидать, что он к Богу обращается просто так Но ведь правда, когда страшно Тогда вот эта молитва, она действительно получается глубокой Страшна за свою жизнь Дальше он описывает этих врагов Они поносят мои слова и дела Подстерегают, хотят отнять жизнь Неужели избегнут возздаяния? И маленькая такая ремарка Горести мои у тебя записано Собери мои слезы в твой сосуд То есть вот каждая следа пред Богом ценна Если верить в то, что он действительно любит Тех, кто к нему прибегает Ну как у матери по отношению к ребенку Вот каждая его печаль и ее печалит И за своего ребенка она будет бороться И вот он, собственно, то же самое говорит О Боге На Бога надеюсь и не боюсь Что сделает мне человек И одновременно в этом псалме, как часто бывает Эта просьба понимается, как уже выполненная Достигнута все, что он хотел Я исполню Божьи обеты свои Тебе вознесу хвалу Ты избавил меня от смерти Моим ногам не дал споткнуться Я буду ходить перед Богом во свете жизни Вот как это было, интересно Человек помолился, потом подождал результаты И дописал текст своей молитвы Да, спасибо, что это вышло Может быть, конечно, и так Но уж больно она цельно смотрится То есть вряд ли здесь был какой-то перерыв в неделю За которую он понял, что все хорошо Скорее это то самое чувство успокоения Которое наступает в душе после такой яркой, глубокой молитвы Когда ты понимаешь, что эта молитва принята Даже на внешнем уровне еще ничего не изменилось Но внутри тебя эта перемена произошла Потом она происходит и в окружающем мире Часто совсем другим способом, чем ты себе это представлял Что интересно, Давид тоже Или другие псалмопевцы, авторы псалмов из этой книги Они тоже не указывают Богу, как конкретно это должно выглядеть Вот человеческое место, оно обычно очень конкретно Другой человек хочет сделать что-то такое вполне определенное А когда это отдают Богу, то, Господи, ты сам знаешь Вот просто меня обидели И такая позиция, может быть, маленького человека, ребенка Но, тем не менее, это позиция ребенка Который преподает не к кому-то, а именно к Богу Ну и 56-й продолжит эту тему, немножко видоизменив ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!